Теперь в нашем городе сортировка мусора может набрать большую популярность. Помощь гражданам в разделении твердых бытовых отходов окажут новые мусорные контейнеры. Для нашего города было закуплено и завезено 1443 таких. 481 контейнер отведен для сбора отходов из стекла. 87 контейнеров предназначены для сбора пластика. И 71 контейнеры будут выбрасываться бумагой и картон. Это будет распределяться по всему городу Ахтюбе. Это для развития раздельного сбора в городе Ахтюбе. То есть наша суть заключается в том, чтобы установить раздельный сбор в городе Ахтюбе. Для этого закуплено 1443 контейнера, 6 машин. И до конца года должен запуститься завод по сортировке отходов. Что мы этим добиваемся? Мы добиваемся 30% доли сортировки в городе Ахтюбе. Специалисты уверены, что такое новшество будет очень эффективным и граждане быстро привыкнут к новым удобным мусорным бакам, так как они разделены и по цветовым категориям. Городской администрации позаботились и о проблеме с вывозом мусора. Для этого в наш город прибыло 6 единиц новой техники по вывозу твердобытовых отходов. Закупленное оборудование сегодня передали городскому Акимату. Ситуация улучшается. Если в прошлом году было 417 у нас стихийных свалок, в этом году 233. Получается, в два раза уменьшилось. Ну, соответственно, опять это все ложится на бюджет. Эти стихийные свалки, в этом году мы уже своими силами стараемся, вывозим это на полигон, опять весь этот мусор, который наши жители за зиму вывезли за город или в черту города. Соответственно, многое зависит, я еще раз повторюсь, от нас самих жителей. Каждый должен с дома начинать сортировать. Я не думаю, что сразу будет эффект, но поэтапно мы должны прийти к этому. В городе запланирован также запуск проекта по приобретению современной автоматической мусоросортировочной линии с общей производственной мощностью до 100 тысяч тонн ТБО в год. Старт проекта ожидается в ближайшее время. Из местного бюджета на это выделено 1 миллиард 300 миллионов тенге. Также за счет местного бюджета ожидается закуп 780 контейнеров для сбора пищевых отходов и установка 10 стационарных пунктов приема в ТОР сырья.